Томми держала победу в сибирском дерби. Наша команда одолела Новосибирскую Сибирь, чем мы всех томских болельщиков и всех болельщиков Томми поздравляем. Хотя, наверное, это обстоятельство вряд ли удовлетворило, принесло положительные эмоции нашему сегодняшнему гостю. Почему? Потому что сегодня у нас в гостях футболист как раз новосибирской команды. Зовут его Александр Харитонов, но по большому счету в особых представлениях для наших телезрителей. Он не нуждается. Саш, привет. Спасибо, что несмотря на то, что очень много эмоций и физических сил было отдано, а мы записываем интервью буквально спустя несколько минут после окончания матча, ты пришел к нам в студию. Прежде чем перейдем к игре, традиционный вопрос о настроенной сибирской дерби, учитывая, что в новосибирской команде достаточно много ребят, которые поиграли и за одну, и за другую команду? Ну, естественно, противостояние Томска-Новосибирск давно уже идет, и есть моменты, которые острые в этом плане. Поэтому, естественно, мы настраивались, и руководствуют тренера, и болельщики по-особому, поэтому не имели права не настраиваться на этот матч. И понятно, что много борьбы получилось в итоге, ну, как обычно, в принципе, в матчах Новосибирска и Томска. Что касается вас, непосредственно тех футболистов, которые зато играли в противостояниях своей бывшей команды какие-то дополнительные стимулы эмоционального характера, они проявляются? Ну, я думаю, у любого футболиста против своей бывшей команды должен быть особый настрой. Ну, и взять расчет то, что, ну, по-разному уже футболисты уходят, там, у кого-то остались теплые отношения, у кого-то наоборот, и каждый хочет показать себя. Это естественно, я думаю, что это в 100% случаев так за предельный настрой у бывших игроков команды. Сегодня было трое бывших Томичей, выходил ты и Ваня. Вы, кстати говоря, вот Андрей не играл сегодня, да, Иванов? Андрей, к сожалению, трону получил. Да, вы вообще как-то вспоминаете Томск там внутри своей какой-то Томской тусовки? Да, конечно, вспоминаем, тем более, что мы с Андреем Ивановым в основном квартируем на выездах и на заездах, поэтому и часто Томск вспоминаем. Томск нельзя не вспоминать, наверное. Ну, я надеюсь, добрым словом чаще всего? Да, чаще всего, конечно, добрым словом, потому что все-таки, ну, лучшая часть, наверное, моей карьеры прошла в Томи, поэтому всегда, наверное, вспоминать приятно то время, когда было все хорошо, да, ну, так скажем, приятные воспоминания. Кстати, чем там в Новосибирске научились кормить Томаша выходил? 41 год в этом году парню исполняется, а, в общем, выглядит на патче, как я. Ну, Томаш, да, уникальный в этом плане футболист, наверное, стоит у него это спросить, но молодец, да. Следит за собой человек, поэтому, не знаю, вроде еще на 4 года контракт хочешь подписать. Мы желаем, кстати, говоря Тому, как можно дольше продержаться вот в этой вот профессиональной футбольной среде, и действительно, мы восхищаем с тобой, Том. Что касается матча сегодняшнего, два неодинаковых тайма? Ну, да, Том рассчитывал, видимо, на быстрый гол, агрессивный. И быстрый гол состоялся? Да, он случился, да, играли агрессивно. В первые минуты мы, наоборот, вышли какие-то зажатые, мяч у нас практически не держался, Том этим воспользовался, и, в общем-то, во втором тайме Том видно было, что села. Села играла по счету, или вы, в общем, заставили Томя отойти на свою половину полю? Нет, я думаю, что это все-таки было тактическое пристроение у Томска, сесть в оборону, учитывая то, что поле не очень хорошего качества еще, и легче обороняться, чем созидать. Отдали контроль мяча нам, в общем-то, нам это никаких дивидендов не перенесло, потому что, ну, создали там и за матч. Моментов-то было не так много? Ну, да, полтора момента за матч, это, конечно, очень мало, поэтому, ну, в матч, перекладину раз попали, конечно, можно было выиграть, но... То есть, тоже попало в штангу там? Ну, да, ну, в целом, да, наверное, стоит признать, что это закономеренный результат сегодняшнего матча, поэтому мы не наиграли, наверное, даже на ничью, ну, и Томс на победу не наиграл, допустим, скажем так, но победил заслуженно. Парадоксальное достаточно заключение. Саш, как ты оценишь свою роль в команде? Я обратил внимание, достаточно часто ты делаешь подсказ своим партнерам. Сегодня Борис Алексеевич Тукалов тебя подзывал к бровке, видимо, через тебя пытался перевести, ну, какие-то свои тренерские идеи до футболистов. Ты в силу опыта? Ну, у нас хватает опытных футболистов. Ну, да, один том уж выходил, чего стоит. Один том, да, чего стоит. Ребята есть старшие, но, в общем-то, это свои роли в команде. Я играю, пытаюсь делать на поле все, что от меня зависит. Ну, естественно, команда у нас достаточно возрастная, поэтому каждый поиграл и там друг другу подсказывает. Тут, я думаю, что не стоит искать каких-то игроков, которых выделяют. Есть, естественно, там лидеры, которые там в определенный момент забивают и больше черновой работы выполняют. Ну, в целом, у нас такая ровненькая старая команда, можно сказать. Саш, ну, ты наверняка так или иначе следил за тем, что происходит в Томске. Насколько тебя удивило то, что наша команда растеряла все то преимущество, которое было заработано до Нового года? И как ты думаешь, следствием чего это стало? Ну, да, достаточно удивительно, что Том так растерял такое преимущество. И не могу сказать, что что-то предвещало, и на сборах вроде смотрелось мобильно. Но не всегда, видимо, на самом поле вопросы решаются, поэтому тут, наверное, может быть, где-то копнуть надо глубже самой игры. Что ты имеешь в виду? Ну, помимо там каких-то тактической схемы есть еще какие-то отношения, закулисные игры, я не знаю, что может происходить. Тут как бы не вправе рассуждать и не знаю всей ситуации, поэтому... Ну, просто так команда, которая смотрелась уверенно осенью, да, и растеряла такое преимущество, и еще 8 очков отставания. То есть, ну, в футболе не бывает одной причины, как правило, всегда, и каждый гол это череда ошибок, поэтому каждая какая-то ошибка или причина там, она всегда системная, потому что надо найти целую цепочку до причин, по которой так происходит. Ну, во всяком случае, итоги уже можно подводить перенство ФНЛ. Понятно, наверное, кто займет первые два места, уже понятно, кто будет играть в таковых матчах. Как ты думаешь, насколько закономерен вот этот результат? Я не буду говорить о тех командах, которые вылетают, я буду говорить о тех командах, которые находятся в верхней части турнира на таблице. Ну, опять же, да, удивительно, что все пророчили там арсенал, что посыпется, да, потому что там тренер ушел, там футболисты, что-то там, у них какие-то проблемы финансовые, в итоге арсенал смотрится очень уверенно и играет очень задорно, удивительно. Ну, что, вот единственное неожиданное, что Томск поменялся местами с Тулой, ну, сейчас я думаю, что там ей придется играть стыковые, будет очень непросто, потому что… Да, как раз об этом хотел тебя спросить. Я думаю, что все команды в нижней части таблицы в Премьер-лиге достаточно неплохо смотрятся, нет такой, который прям бы не показывал, там, все показывают фрагментами неплохую группу, поэтому в любом случае будет очень тяжело в стыках. Понятно, что априори, да, команды Премьер-лиги будут в этих стыковых матчах фаворитами, но, тем не менее, шансы, как ты думаешь, они есть? Ну, да, стыки, они, наверное, носят кубковый характер, поэтому, ну, кубок, известно, что на две игры там настроиться можно, но я думаю, что Валерий Юрьевич будет мотивировать игроков, может быть, за счет настроя. Сейчас еще есть три игры, там, может быть, почувствовать что-то, может расслабиться уже, как бы, не гнаться за вторым местом за этим, почувствовать, ну, игру какую-то, уверенность. И я думаю, что, ну, у Томска есть неплохие шансы, чтобы пройти стыки. Ну, ты, во всяком случае, будешь болеть за нас? Ну, я, да, за Томск всегда, в общем-то, переживаю, хотя там в определенный момент были какие-то обиды, да, когда там я уходил свой последний раз, да, какие-то недопонимания были, и, может быть, как-то не так все преподносилось, как было на самом деле, но, в общем-то, я забыл эту историю. Понятно, что некоторые моменты мне обиднут там со стороны болельщиков, но, тем не менее, я все равно всегда, ну, тепло отношусь к Томску и к Томи, в частности. Что касается вашей команды, какие задачи и сейчас локальные, и перспективные на следующий год, как ты думаешь, то есть есть ли какой-то потенциал для развития турнирного, игрового по составу? Ну, вариться в собственном соку не всегда, приятно, как бы, но действительно стакова, наверное, что на Сибирске с момента вылета из премьер-лиги начали скапливаться долги, и какой-то отпечаток до сих пор это несет. Поначалу чемпионаты мы неплохо очень смотрелись, и, я не знаю, глубина состава, там, ротация или еще что-то повлияла, но мы тоже вот после зимы, то есть мы стали совершенно на себя не похожи, и игра пропала, в общем-то, и вести перестала, поэтому, да, поначалу мы хотели, там, все загорелись, и на первом месте шли, там, может быть, попасть в стык, там, в четверку. Задача у нас в шестерке быть, но если бы там были, допустим, в стыках, никто бы против не был, да. Ну, сувернированно расставляет по местам, наверное, хотелось бы задачу выполнить, которую перед нами поставили, ну, попасть в шестерку, хотелось бы, конечно, там попасть в четверку-пятерку, но что есть, то есть, вот в оставшихся играх будем стараться набрать по максимуму очков, чтобы хотя бы выполнить ту задачу, которую нам поставили, минимум, забыть в шестерке. Ну, а теперь, если позволишь, ну, воспоминаниям несколько придадимся. 2002 год, в середине сезона Александр Харитонов, тогда еще совсем юный, 19-летний, переходит из Красноярского, тогда Металлурга, по-моему, в том, вот, как ты оцениваешь вот свой переход и насколько сложно было адаптироваться в команде, ну, зрелых мастеров, где лидером был такой признанный мастер, как Сергей Николаевич Жуков. Дедовщины не было там? Ну, вот как раз, да, в тот момент Сергей Николаевич, в общем-то, мне помогал. Не то, что адаптироваться, не давал мне об обиды, так скажем, потому что так получилось, что я тогда был 19-летним, и здесь как минимум лет на 8 старше меня все были, 10. И, в общем-то, Сергей Николаевич Жуков, да, тогда, так скажем, подкрыл свой зал меня. Вот недавно видели стулья, всегда тепло, встречаемся, в общем-то, с ним. Поэтому, ну, я помню, да, тот момент, когда приехал в Томск, в общем-то, отчетливо помню, да. Ну, хорошее время было, да. Еще более, наверное, хорошее время было в 2004 году, когда команда вышла в премьер-лигу, и ты был одним из лидеров уже той команды, не только забивал голы, отдавал передачи. Кстати говоря, помню, отличный, твой шикарный гол, который признан одним из лучших сезонов 2004 года в Владивостоке. И издали победный гол при счете 1-1. Ты-то сам помнишь этот гол? Да, помню, хорошо, этот гол, переломный выезд такой у нас был в том году как раз, два раз в Владивосток, когда или-или мы продолжаем бороться, или уже мы отвалимся от борьбы за выход. И тогда я вышел на замену первым касанием, 40 метров забил. Тоже, да, приятные воспоминания. Да, много хороших моментов было в Томске. Вот 2010 год, давай вспомним, команда тогда заняла 8 место, так же, как в 2006 году. Это вот пока наш лучший результат. Тогда очень красивые, яркие матчи были, помнишь, в Питере был обыгран? Да, и «Зенит» обыгран. Адвокатовский «Зенит»? Запомнился матч с Ростовом, как раз, с которым решалась расстановка мест, когда был жуткий холод и снег, и дубль как раз в том матче удалось сделать. Тоже, да, есть воспоминать, что это в том году, в общем-то. Ну да, в каждом из этапов Томских много теплых есть воспоминаний. Поэтому желаю Томску удачи и вернуться в Премьер-лигу. И, наверное, уже, как в первый раз, когда выходили, задержаться подольше. По желанию мы еще обязательно вернемся. Все-таки воспоминания я предлагаю продолжить. 2011 год, он, наверное, не самый приятно воспоминаемый. Когда долго не могли забить, когда были проблемы с финансированием, когда команда рассматривала вопрос о забастовке. Вот нечто подобное сейчас происходит в Мордовии. 2011 год – это когда-то три круга играли, по-моему? Да, переходной вот этот, по-моему, этап. Ну да, и такие моменты тоже случались. Тяжелые, да, когда отыграли три круга, как раз тяжело было. Но болельщикам мы, к сожалению, не можем объяснить, платили нам или нет. И почему так. Так же, как, допустим, тяжело сейчас объяснить, почему Томбрис терял такое преимущество. Поэтому, опять же, череда каких-то событий и причин. Ну, так получилось, что, да, зимой целая группа футболистов, лидеров команды вынуждена была покинуть команду. Никто не объяснял, по каким причинам покинули те, кто ее покинул, да. Но, так скажем, они были вынуждены. В том числе и я покинул команду. К сожалению, была возможность вернуться, наверное. Но не получилось у меня уже вернуться тогда с Волги, потому что кое-какие юридические вопросы. Нюансы помешали. Нюансы уже были совершены. И получилось так, что, в общем-то, решили, что деньги будут какие-то. И надо вернуть тех, кто уже ушел. Но получилось так, что я не смог вернуться, наверное. Может быть, сейчас я жалею, что в тот момент я настоял на каких-то пожестче с Волгой быть, чтобы все-таки вернуться в Томск. Ну, что было, то было, да. И, в общем-то, из-за этого много негатива. Моя сторона была от болельщиков. Объяснять, наверное, сильно глубоко ничего не буду. В общем-то, наверное, в этой ситуации. Я, как капитан той команды, наверное, должен был вернуться. Этого не сделал. Я сейчас, пройдя какое-то время, естественно, осознаю это. Но что было, то было. Ну, в любом случае, это очень нужное и важное заявление. Я надеюсь, что многие болельщики это поймут и, в общем, правильно оценят. После Волги ты вернулся в родной Красноярск. В Красноярске ты достаточно пошумел. Расскажи, что там за история-то была. С твоим уходом связана демонстрация. Люди возмущались, почему Хариктонов уходит из команды. И я могу понять, да, свой парень, капитан, и вдруг уходит. Что там такое? Ой, ну, с Красноярском тоже была ситуация. В тот момент я уходил из Волги, да, когда у меня был выбор либо сменить команду и поехать играть куда-то дальше. Но по семейным устоятельствам я принял решение, что хочу играть дома. Вернулся, в общем-то, домой. Поначалу все было нормально. И я был счастлив, что вернулся домой, мог быть рядом с близкими, с мамой. Но потом понял, что, наверное, совершил все-таки ошибку. И футбол в Красноярске далек от самого футбола. Слишком много вещей, которые вокруг него происходят. Поэтому в итоге все вылилось в то, что я стал неугоден руководителям, тренерам. Тем, что, наверное, опытный человек... Имел авторитет в раздевалке, авторитет среди слабо-памперов. Ну, да, наверное, это была одна из главных причин. В общем, там плюс, как сказать, распускались слухи некрасивые. В итоге я высказал все в лицо руководителям тренерскому составу при ребятах, где нам стало обидно и стыдно. В итоге это все закончилось тем, что мне объявили, что в Красноярске будет омоложение состава и контракты на ней будут продлеваться. В итоге все вылилось в то, что, ну, болельщики собирали пикеты. В общем-то, я ситуацию не оставил, тоже прокомментировал это все в прессе. Встретился с губернатором, с спонсором команды, с учредителями. В общем-то, пояснил ситуацию, меня выслужили и поняли. В итоге сейчас, вот, по прошествии одного года, я жду, чем закончится ситуация. В общем-то, она должна, в общем-то, возобладать здраво, я считаю. И все к этому идет сейчас. Что скандал, ну, в общем-то, продолжается целый год. Ну, на тот момент я был в таком состоянии, что я, в общем-то, хотел закончить судьбу, на самом деле. Настолько все было это неприятно? Ну, да, я не люблю эти вещи все. Я достаточно восприючив к всем вещам этим, сентиментален. Поэтому просто было неприятно. И в один момент, то есть, позвонили с Новосибирска. Решающим фактором, наверное, стало то, что Сибирь принял Борис Алексеевич. В общем-то, поразмыслив, я понял, что это, наверное, один из лучших вариантов. Тем более, друзья убедились, что стоит еще поиграть. И от дома недалеко вроде как. Поэтому я принял решение все-таки поехать в Сибирь. Ну, и продолжить играть. Саша, 33 года, ну, вот, пример тому, что выходил, он достаточно наглядный и яркий. Это еще, естественно, не предел. Но, тем не менее, уже, как правило, в этом возрасте футболисты начинают задумываться, что будет после окончания футбольной карьеры. Есть ли у тебя какие-то планы? Если есть, то готов ли ты с нами ими поделиться? Потенциальные планы. Мы тебе желаем, чтобы твоя игровая карьера развилась как можно дольше была, как можно более успешной. Ну, да, стоит сказать, что, наверное, после 30 уже момент наступает, когда ты с утра просыпаешься. И после тяжелой игры или тренировок ты уже чувствуешь, что каждую складочку ты уже начинаешь чувствовать с утречка. Надо походить по квартире, чтобы чуть-чуть почувствовать. Вот так все разошлось. Ну, а по поводу планов на будущее, однозначно я для себя решил, что тренировать не буду, но, опять же, зарекаться не буду. Странно, с твоей-то харизмой, я думаю, что, в общем, с твоим знанием дело, я думаю, что у себя получился неплохой специалист. Ну, я, в общем-то, больше тяготею. Ну, в футболе я хотел бы, наверное, остаться, да, если буду востребованным. Наверное, в качестве... Функционера? Ну, какого-то функционера такого, да. Да, и больше даже не руководителя, а который больше с общественностью общается такой, для больше продвигать клуб, что-то там, общаться с болельщиками. Ну, типа моего конкуренда, да? Ну, хочется с людьми просто больше общаться, там, ну, тренировать. Ну, не хочу, да, не буду зарекаться, конечно, кто знает, как здесь повернется. В общем-то, давно уже решил, что не хочу тренировать, и пока желание не пришло. Ну, и в планах-то, в общем-то, может быть, бизнесом какими-то заняться еще. Ресторан и бизнес там интересен. Все знают в Томске мое увлечение еще одно. Да, вот как раз я к этому хотел тебе поделись. Многострадальная, которая всех интересует. Тем, кто не знает, я напомню, Александр не без успеха занимался творчеством. Он был известным, почему был, он известный диджей. Да, я продолжаю заниматься и не собираюсь от этого отказываться. Просто в какой-то момент было удобно, да, болельщикам, что там капитан команды, и там узнали, что этим занимаюсь. До того момента, как не знали, всем было, в принципе, все равно на это. И говорили, что молодец, и играет в футбол, и музыкой занимается. Потом в определенный момент, когда нужно было, опять же, прийти к какой-то причине, почему и как, ну, решили, что музыка мне мешает. В общем-то, в клубах играю немного, сейчас практически уже не играю в клубах в основном. Гастролируешь? Нет, не гастролирую, да, ну, гастроли играю в клубах, да, и в общем-то, никогда я не гастролировал так по настроению, ну, и играл в ночных клубах, когда позволяло время. В основном занимаюсь написанием ремиксов, и сейчас авторские стреки стали выпускать, поэтому и на Европу уже. Ну, в общем-то, почему не открыть компьютер, да, и посидеть, не подписать музыку, если к этому есть желание. Тем более, музыкой я занимаюсь уже более 10 лет, можно сказать, профессионально. Уже знаешь ноты? Да, знаю, что их 6. Поэтому, ну, это для души, как бы, и футбол для души. То есть деньги ты этими зарабатываешь? Ну, чуть-чуть, так скажем, капает иногда. Ну, в любом случае, мы желаем тебе творческих успехов и в этом твоем направлении. Ну, в общем, талантливый человек, он талант во всем. Ну, так раньше говорили, а потом по-другому. Если будешь в Томске, обязательно зови на свои, я не знаю, это концерт правильно обзывается. То, что ты делаешь? Нет, ну, у диджея сет. Сет, да? Да. Как у теннисистов, да? Ну, да, практически называется, да. Ну, а теперь все-таки вот к этим самым пожеланиям ты правильно сказал, да, самый яркий фрагмент твоей футбольной и игровой биографии, они прошли в Томске. И вот сейчас у тебя есть возможность сказать за это Томску спасибо и обратиться к томским болельщикам. Ну, естественно, хочу сказать Томску спасибо городу. Город мне подарил огромное количество друзей, которые не имеют отношения к футболу. И этим мне всегда нравился Томск, его энергетикой. И, наверное, сумею заметить, что вот в последнее время все-таки какой-то крен в сторону негатива намечается. Прежде всего, с развитием интернета и соцсетей, то есть очень много стало вещей, когда человек, который, в общем-то, ничего из себя не представляет, может спокойно матом обложить футболистов, тренеров, понимая, что это все безнаказанно. Поэтому, ну, очень... Это только для Томску характерно? Нет, это характерно для очень многих городов. В общем-то, для всей России сейчас, да, ну, с приходом вот такого века, так скажем, соцсети и интернет. Но в Томске раньше это было гораздо меньше. Вот я желаю томичам, чтобы Томск вернулся в состояние, вот когда был 2002 год, 2004, когда вот всеобщая вот эта волна была позитива в городе. И прям вот... К команде, к футболу. Да, к уважению друг к другу. Я вот помню до слез, когда выходили, то есть, когда соседи звонили просто, и там на улицах, то есть, до слез прям вот такие чувства были, что так было приятно, что вот есть такой город с такой энергетикой. Поэтому я желаю Томску вернуться, ну, там и вернуться в премьер-лигу, и, в общем-то, чтобы все было там успешно. Саша, ну, мы желаем тебе тоже, действительно, чтобы твоя карьера была как можно более успешной, чтобы она продолжала столько, сколько тебе самому будет интересно играть в футбол. И, естественно, желаем творческих тебе успехов, ну, и чтобы все было хорошо в семье. Спасибо большое. Вам успехов. Спасибо, Саша.